Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители! Я, Фролух Юрий Андреевич, хочу сейчас рассказать вам о ещё одном уникальном продукте, это Иван-чай. Ну, пару слов до того. Знаю, что некоторые не любят, прям как аллергии, когда я продукты какие-то снимаю, видео, хотя и бизнес-то начинают некоторые рассуждать. Я не могу понять, почему, если хороший, качественный продукт, можно быть гордым за этим продуктом и продавать его не зазорно, если он производится. И тем более, что это не какой-то импорт, а наше отечественное. Ну да ладно, о ненормальных всё. Я обращаюсь же к вам, к здравомыслящим людям. У меня будет, конечно, плейлист отдельный в канале Ютуба и в блоге, пока ещё есть эти ролики, но мы действительно и будем только на канале надгар.ком, на сайте, где по продуктам мой сайт, только там публиковать и на специальном плейлисте в блоге, в Ютубе, извините, в канале. Ну вот, а теперь давайте перейдём к сути. Итак, Иван-чай, кипрей, уникальный древний продукт, древний напиток, который из него делали из этой травы, из этого растения. И по легендам древним славянским, а ещё с древнейших времён, упоминания и сказания, Иван-чая идёт, говорилось, что эти продукты, этот чай дали нам боги. То есть, передана была вот эта трава, семена. И распространилась она широко, особенно по северному полушарию, потому, что в тяжёлый климатический период нужна была поддержка энергии, сил. И эта трава давала огромное количество энергии, сил. А тем более, во время войн, бед, несчастья нужно было подкрепляться. И для наших воинов это был огромный энергетический напиток. Вы знаете, это ведь действительно всё так, всё правда. Он даёт энергии, но не простой, а действительно правильно ферментированный Иван-чай. И тут были целые столетиями развивались технологии. И к уже 19 веку, к 18 веку Иван-чай и раньше ещё за столетие до того начал экспортироваться, пик это 19-18 век, во всю Европу. Даже китайцы у нас закупали Иван-чай в огромных количествах, тысячами, миллионами пудов уходило это всё туда. Ну а потом Англия колонии свои в Индии открыла, собственно, колонизировала Великобританию, Индию. И тогда индийский чай стал уже поступать к нам в страну, а главное в Европу вначале. К нам в страну-то у нас всё-таки были традиции. А Европа, ну что ж, там в газетах стали порочить Иван-чай, стали писать заказные статьи. Но это и есть холодная война, такая информационная экономическая война, когда стали говорить, наш Иван-чай, русский не пейте, он плохой, так сказать, там, качество его, так сказать, и болезни вызывают определённые, даже так. Ну и, конечно, к 19-му, к концу, с самого начала 20 века, его меньше стали уже закупать Европа и Китай, а индийский чай там и прочие колонии, это уже вот на первое место пошло. Тем более мы сами, как говорится, вот всё западное, всё европейское лучше, вроде бы с красивыми английскими этикетками, баночки с этим самым индийским чаем, завоевал наш рынок тоже активно. Ну что ж, дальше шли времена, и вот 17-й год, основные производства Иван-чая были в Копорье, это Ленинградская область, целые районы специализировались на этом, основная была структура, откуда экспорт шёл, производство, технологии самые лучшие. Но, значит, всё это разрушили в гражданскую войну, и вот потом только Лаврентий Павлович Берия, по его указу, значит, до ещё войны, в 30-е годы было восстановить указ производства, продажу, и действительно до войны в аптеках появился Иван-чай повсеместный, и были рекомендации, целые брошюры, как пить, заваривать. Ну так вот, значит, когда Гитлер напал на нашу страну, когда фашисты уже рвались к Ленинграду, Гитлер лично даёт указ несколько дивизий бросить на уничтожение Копорье, а ведь его восстановили перед войной. Он боялся этого почему-то, чтобы, наверное, уж потому что, по легендам и по тому, что наука немецкая знала, а это не просто так сказать на кофейной гуще гадания, он был опасен, потому что поднимал и дух, и крепость, так сказать, духа и силы физически, и вот действительно бросили, а генералы и маршалы говорили-то, не нужно, это же риск огромный, воинские части лишние от главного броска на окружение Ленинграда отзывать, всё может быть, это опасно, и тем не менее Гитлер вопреки и даже с вот таким вот риском это сделал, то есть это очень важно, значит, да, было не просто так. Так вот, ну что ж, после войны восстанавливать, конечно, они стали, не до этого была, страна была, так сказать, в руинах, потом просто забыли. Ну и только семьи хранили эти традиции во всех точках страны, просто передаваясь поколению. Эти многие знания утратились, но стали в 90-е годы появляться энтузиасты, которые восстанавливали это, и вот у нас есть хорошие знакомые, мои партнёры, я долго искал годами настоящий качественный Иван-чай, это просто вот, знаете, ну, любовь их дела, всей жизни. Они переехали в глушь на границе Карелии, Ленинградской области, кстати, вот, и в лесах, там даже на лодке надо плыть, чтобы к ним проехать, вот в их хозяйство, где вообще не было сельхоздеятельности, не велась, а значит, в почве много минералов ценных, которые ведь на сельхоз угодили, вся практически микроэлементы в пищу, которые вот годами, десятилетиями интенсивно сельского хозяйства, было высосано из почвы, а там осталось, в таких местах, где полулесных, поляны и вот глушь, где не было сельхоздеятельности, тогда в почве много минералов, это же самое ценное, что там есть, и только сложные вот эти симбиотические связи сотен видов растений дают эту силу, просто плантаться это бессмысленно, это как с травами-лекарствами ничего не будет, а это и есть лекарственная трава. И вот посмотрите, какой вот недавно заварил, значит, буквально перед съёмкой, ну там за 5 минут, причём так на скорую руку 5 минут, а надо-то хотя бы минут 15-20 либо в термосе, либо в керамическом чайничке, берёте чайную ложечку, я вот заварил побольше, потому что быстро мне надо было, так сказать, вот тут полтора литра, кружка, там ещё много в чайнике заварочном, и вот первой горячую воду слейте, потом насыпьте, залейте воду и сразу слейте, ну как с зелёным чаем классический вариант, или там с этими всеми тайскими чаями, вот это лучше всего так сделать правильно, ну а потом уже вот заливаете, накрываете тряпочкой, либо термос, и вот минут 20-30, и будет великолепный чай, он до 7 раз до 8 и даже больше можно заваривать, пока цвет сохраняет, а этот, конечно, великолепный. Так вот, лет 15, ребят, ушло, чтобы вот здесь, они уже лет под 20 там находятся, чтобы вот эти, как бы сказать, приоткрыть тайны вот этого Иван-чая, и действительно рукописи, летописи всё собирают, в общем, аналогов этому нет. Кто брал у нас, за границу брали, Канада, США, по всей стране, кафе брали, после этого они ничего уже не берут, то есть, кроме этого, я вам советую искренне, вот посмотрите, кстати, какой он такой цвет, болотно такого, ну, зеленоватого, гранулы, очень тяжёлый, плотный, он в такой маленькой пачке 100 грамм, а его и надо-то чуть-чуть совсем, чтобы, так сказать, вот, давайте я вам покажу мешок, как он приезжает, вот в таких вот мешках тоже, значит, вот посмотрите, я вам сейчас покажу, он вот как, красавица какой, да, гранулы, такой тяжелевающий мешок, килограмм тут 15, в нём больше даже. Вот, значит, 100 грамм стоит 400 рублей, себестоимость обусловлена, вернее, цена затратами, себестоимость перевозками и так далее, я даже не сравниваю с кем, есть, наверное, и где-то дешевле, есть дороже, дело не в этом, то есть, мы стараемся всегда самую низкую цену сделать, насколько это возможно, потому что на то есть объективные причины, значит, ну, качество продукта, это то, за что я отвечаю всем, и совестью своей, и перед каждым, это главное, я все процессы контролирую, лично бываю на всех производствах, и всё это, так сказать, вот, знаю под моим контролем. Ну, вот в таком мешке полкило, то есть, в пачке, в упаковке полкилограмма, это по 350 рублей уже со скидками будет, то есть, 1750 рублей за полкило. На выставках, ярмарках, которые проводим, мы всегда его с собой берём, если он есть, не заканчивается, а бывает, что его мало в году, и он заканчивается уже после Нового года, то есть, вот, имейте в виду, сейчас новый урожай прямо вот есть у нас, да? Так, ну, и вот в таких пакетиках. С чем я рекомендую вам чай? Ну, во-первых, конечно, с мёдом, и чем мёд качественнее, тем лучше. Вот ролик был о мёде, посмотрите, обязательно, кто не видел, у нас, у меня на канале, и это вот ферментированный, полностью созревший за весь год, который провёл в Улиях, его в мае только откачали, и это тот самый, который тоже до революции была основная, одна из основных экспортных единиц лечебного мёда, качественно, с ним полезно очень, можно с нашим шоколадом великолепным, это, кстати, молочный шоколад, но это одно название, молочный, он сыроедный живой шоколад, аналогов ему нет нигде, ролик снят был недавно, посмотрите, обязательно, вот такой вот он на цвет, это молочный, но есть и чёрный, где 75% какао, вот, кстати, кусочек остался, полкило плитка, ну, просто его, так сказать, мои уже, понятно, съели буквально вот сейчас, так, значит, конечно же, можно иван-чай смешивать с какими-то травами, мята, душица, кстати, в душицу очень много селена, очень полезная трава, пользуйтесь, у нас тоже очень много трав, лекарственных, лечебных, правильно собранных в экопоселениях, ребятами, со знанием дела, смотрите, в нашем прайсе, ну, что ещё могу сказать, значит, конечно, можно со зверобоем, с чагой, очень полезной, хорошей комбинацией иван-чая, наш сайт надгар.ком по продуктам, верхний правый угол прайс там лежит, а вообще есть такой раздел доставка и оплата, и в нём есть текстовая информация, почитайте, а дальше видеоролик, 5-7 минут, ну, 5 минут идёт, посмотрите его, потому что вы будете знать, как правильно заказать любые наши продукты, а их более 400 видов с нашего сайта по нашему прайсу, и прислать его нам, чтобы не было ошибок ни у вас, ни у нас, и особенно, если вы из другого города, страны, смотрите, в рамочке написано, какие данные для отправки нужны, ваши данные, что мы вам отправили. Всё, присылайте нам, посмотрите наш прайс, я думаю, наши продукции вас заинтересуют, ну, а кто сомневается, посмотрите, почитайте отзывы, это люди, наши клиенты пишут просто, за что я им благодарен, вот, собственно говоря, то, что у них на душе, о наших продуктах, почитайте, это действительно высочайшего самого класса продукты, очень качественные, и я отношусь к этому делу с присущей мне скрупулёзностью, и лично, как говорится, за всё отвечаю, потому что я, собственно, открытый прямой человек, я горжусь своей продукцией, и рад, что этим делом, в том числе этим, я занимаюсь. Ну, а продукты, как я напоминаю, это часть нашей жизни, это наше здоровье, если они качественные, экологически чистые, да ещё содержат в себе те полезные вещества, которые должны быть для нашего организма, но, к сожалению, современной пищи их нет. Я веду ещё над этим активную работу, это не простая работа, но, тем не менее, как говорится, буду вас тоже информировать, просвещать. Ну и, пожалуйста, значит, как говорится, пробуйте, хочу вам пожелать крепкого здоровья, пейте прекрасный Иван-чай, заваривайте до 70 градусов, не выше, иначе многие вещества разрушаются, буквально 10 минут в термосе, 20-30, и всё, великолепный чай готов, либо, значит, в чайничке накрытый полотенцем многослойный, такой, знаете, как раньше, или бабу сверху клали вот эту вот, значит, и пейте. Ну что ж, всего хорошего вам, до новых встреч, до новых роликов, в том числе о наших чудесных продуктах. До свидания.